100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на НН-Радио. 17 часов и 10 минут в Нижнем Новгороде. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, у нас сегодня понедельник. Для тех, кто не в курсе, как бы да-да, ребята, сегодня понедельник. Вы настроены на НН-Радио, а мы продолжаем наш крутой проект 100 дней до пляжа. Худей вместе с нами, худей как мы, худей лучше нас. Правда, подарок получит только один. Но если ты попал в этот список участников нашего крутого проекта 100 дней до пляжа, тогда, да, тогда, возможно, этот подарок достанется тебе. Два претендента. Два претендента на подарок сейчас находятся у нас в студии. Мы сейчас будем с ними общаться. Дело в том, что на этой неделе никого выгонять не будут. Увы и ах, я очень хотел кого-нибудь слить сегодня, выгнать кого-нибудь, сказать ему до свидания, мы были рады, что ты был с нами, что ты потратил свои силы, здоровье, свое время на эти тренировки, но уходи. Нет. Принято решение, что на этой неделе никого убирать никуда не будут. Все остаемся тут. Ну, как тут? Сюда приходим только знакомиться, а, естественно, работаем над собой уже в спортзале. По секретной технологии МС-фитнес, об этом мы сегодня тоже обязательно поговорим. Также у нас сегодня на связи будет нутрицолог, который следит за правильным питанием наших, как вот вас назвать, подопечных или подопытных? Как вы сами вот думаете? Вы подопечные или подопытные? Спортсмены уже, да? Уже можно так вас называть? Конечно. Неплохо. Итак, ребята правильно сделали, что настроились на ННРадио. Смотрите, у нас сегодня Александр Мартов как главное действующее лицо участвовать не будет. Ольга, поскольку Оля там свои, как бы, свои истории, она будет с нами общаться по телефону, но это будет чуть-чуть позже. А с ребятами мы сейчас будем общаться, как им так удалось. Дело в том, что здесь в студии Юля Сизова, да? Да. Сизова Юля, да. И, соответственно, мы еще прихватили сюда мужчину, Матвеев Андрей Викторович. Официально так. Ну да. Можно Андрей? Отец двух детей, как можно? Андрей Викторович. А почему именно эти двое у нас сегодня здесь в студии? Все очень просто. Вы лучшие ребята, вы в курсе, да? Правда? А? Все. Вот такие вот эмоции. Да, действительно, у нас сегодня в гостях лучший по итогам этой недели. Мы, напомню, обнулили на прошлой неделе абсолютно все результаты и все показатели. И здесь, соответственно, с чистого листа дадим возможность вам в течение двух недель набирать, соответственно, новые баллы. И сегодня мы пригласили сюда в студию людей, которые набрали максимальное количество баллов, которые только можно было набрать. Насколько я понимаю, это по пятерочке, да? По пятерочке. Может, по шестерке уже ставить? Не знаю, не знаю, не знаю. В прошлой неделе была посвящена математике расчета процентов. Считали норму грамм каждого из нутриентов. Это белки, жиры и углеводы для каждого участника. Затем скрупулезно считали фактически рацион на нормы, соответствия должным цифрам. Да. Это очень сложно. Привет вам, мим проходящий. Да, было нелегко, да, вот ребят, соответственно, и об этом и подтверждает, но уже к концу недели все вошло в привычку, это так? Ну, еще не вошло в привычку, потому что еще очень сложно. Еще завидуют коллеги большому количеству баночек с едой, да? Ну, они не завидуют. Не завидуют, да? Нет, не завидуют. Мне говорят, постоянно ходите с баночками, постоянно едите. Ты постоянно ешь, хватит. Жена мне говорит, ты постоянно на кухне что-то готовишь, что-то там варишь. И уже начинаешь меня напрягать, да? Не, на самом деле она рада варить, не надо ничего самой. Ну, тогда я вот пойду об этом. Жены в этом, в этот момент, жены как бы такие, да-да, пожалуйста, пожалуйста, я не буду тебе мешать. В общем, как оказалось, большинство переедает белки, жиры и не доедает углеводов. Это очень сложно. Да, для меня, человека, которому как бы, ну, вообще, да, вообще далеко до, ладно, до спортзала, до диеты далеко, как бы, понимаете? Ну, то есть, вообще, у меня последняя фотография в инстаграме, две булки, две булки с изюмом и малиновой парлене в виде йогурта, вот. А что значит переедают белки? Это что вы переедаете? Ну, в каждом продукте есть и белок, и жирок, и углевод, да. И, естественно, сумма всех продуктов, которые ты съел, получается, что белки, как бы, они больше получаются почему-то. Да, есть норма определенная на каждый день для человека, то есть, которую нам рассчитали, допустим, мы должны съесть в день 100 граммов белков. Соответственно, вот, исходя из того количества продуктов, которые мы съели, мы их суммируем, и там, получается, допустим, у тебя 150 граммов белков. Так, и? Получается, ты переел. Переел. А вы сколько времени в магазине проводите? Ну, понятно, что на кухне и все остальное, да? А сколько в магазине? Ну, недолго. Ну, то есть, вы быстренько ориентируетесь, да? Ну, потому что ты знаешь уже, что нужно взять. Курицу, яйца, там. А не доедает углеводов? Это же хлеба просто кусок, нет? Нет. Не все так просто. Не все так просто? А что значит, не доедает углеводов? Просто чего-то не прихватили с собой, да? Ну, вот обычный хлеб, в частности, мы не едим. Нужен, да, там, хлеб злаковый. Естественно. А углеводы, они есть везде, и в яблоках, и там. Вот получилось так, что, казалось бы, ну, можно съесть просто кусок хлеба, но не тут-то все было. Просто кусок хлеба нам съесть нельзя, мы должны были набирать углеводы. Из круп. Общих сумм и продуктов. Круп, овощи. А есть специально, может, приложение, калькулятор, может, какой-то? Есть, конечно. А, да? Ну, вообще кайфово. Тогда он просто живет. Вот чего я вам сопереживаю? В общем, есть те, кто по-прежнему из наших участников не доедает свою норму килокалорий, к сожалению. И вот это самая большая хитрость, которой хочется научить участников соблюдать баланс между поступающими нутриентами для их полного усвоения. Юля и Андрей, давайте рассказывать свои секреты, кроме приложения, каким образом у вас это все-таки удается. Юль. Набрать? Да. Ну, вот оптимально, да? Ну, поскольку ты отличница, как бы, да, у тебя почти красный диплом. Да. По набиранию нутриентов. По поеданию еды. По поеданию, да. Рассказывай, как получается? Получается, ну, как бы, не все просто и не все сложно. Просто ты смотришь в конце дня, ага, так, значит, не даю углеводы, что же можно добавить? Ты спрашиваешь у Ольги, Ольга говорит, что нужно добавить. Например, там, крупы какие лучше? Ну, это перед сном, что ли? Ты как бы в девять с ней сознаешь, слушай, я сегодня, по-моему, не даю. А у нас отчет с вечером. Ага. И мы вечером подводим итог, то, что съел, и насколько съел. Ну, то есть, можно доесть чутка? Вечером уже нельзя. После отчета уже нельзя, когда? После отчета уже нельзя. А, когда? Ну, хотелось бы. Хочу, хотелось бы, да? Иногда да. То есть, ты отчитался, либо сдал, либо не сдал, либо зач, либо не зач, как бы, да? Бывает так, что я в течение дня, считаю, уже так, я позавтракался, считала, пообедала, положено, плюс еще перекусы. Ага. И хоп, уже переел. Скажи, как себя чувствуешь в течение дня? Чувствую себя хорошо. 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 Не дует. Не дует. Не дует. Не дует. Не дует, не болею, чувствую себя прекрасно. Прекрасно. Отлично. Вообще. Ага, ну, это хорошо. Андрей, давай, а твой секрет, как получается тебе справляться с этой нелегкой задачей по набору ингредиентов? Ну, во-первых, уже, как бы, за это время научились просто, как бы, примерное меню составлять для себя, вот, уже знаешь, что нужно. Приблизительность есть, скажем так, потому что, ну, путем методов проб и ошибок, потому что иногда, как говорится, ну, не получается, посчитал и получилось, что не доел. Ну, на следующий день выполняешь работку над ошибками. То есть все что-то было и еще что-то, ну, там, экспериментируешь, добавляешь, вот, и получается спустя 2-3 дня, как бы, ты вырабатываешь ту норму или выполняешь то задание, которое тебе ставили. Ну, а вообще, как по максимуму стараюсь, ну, с утра зарядиться, побольше, побольше калорий, побольше углеводов. Слушай, а вот, скажи, а ночью вот снятся, снятся там, не знаю, шашлык, хачапури, может быть, какие-то поджарские, знаешь, с яйцом такой горяченький и прямо разбитый вот этот сыр, как бы, вареники с мясом. Я тоже, я думал, то, что будет снится, вот иногда даже переживаю, бывает, что-то думаю, сейчас нажраться бы, а потом ловлюсь, и она может себе думать, ну, что бы я такого съел. Ну, да, действительно. И ничего не приходит. И ничего не приходит в голову, это правда. А, да? Ничего не приходит. Ребята, звоните мне, я вам накидаю столько всяких историй. Вы что, бесправлял? Слушайте, дальше следующий вопрос. Смотрите, вот вы, как бы, два отличника, да? Готовы ли вы под, я не знаю, вы же во время тренировок, вы вместе находитесь в спортзале, нет? Нет, мы все не пересеклись. Сегодня пересеклись, да? На что вы готовы ради победы? На все. Вот. Каким образом, Юль, давай, предположим, каким образом можно подставить, соответственно, второго участника? Подставить не получится. Как не получится? Ну, а как его подставить? Ну, как не знаю? Ну, там, добавить ему жарковку куда-нибудь. Магдонус позвать. Ну, как бы, да, приносить. Встречаемся сегодня. Водоножи? Да, 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 да. Не знаю, ну, в коктейль там подмешать, может быть, там, бутылку йогурта подсунуть, там, ну, что-нибудь в салат, булку какую-нибудь, в сумку случайно бросить, как бы, да, ну, не в свою попало. На что ты готова ради победы? Я готова соблюдать нормы, которые ставит Ольга, и тренироваться беспощадно. Беспощадно, да? У меня была вчера тренировка, и сегодня. Будет. Была. А, уже даже была? Да, две тренировки подряд. Когда люди успевают работать? Они следят за баночками, за едой, за углеводами, за белками, жирами, еще и успевают тренироваться. Андрей, твой, твой настрой на победу? На что готов? Да, собственно, на что я готов. Ну, вот мы трудимся очень серьезно, считаем, варим, занимаемся, как бы, ну, все делаю, то, что, какие задачи ставят, все делаю, на это все готов. Ну, ты наслаждаешься процессом, или ты идешь к финалу, к победе? Ну, я вот честно скажу, у меня вот такой цели нет, допустим, то, что нужно победить во что бы то ни стало. Смысл у меня не в этом. В принципе, смысл у меня того, чтобы, ну, добиться цели определенной. То есть, ну, я уже на самом деле, ну, добился какой-то небольшой цели уже, ну, это... Объемы, да? На штанах видно это. Ну, то есть, ты, Юля, если что, уступишь, да, если у вас равное количество баллов будет? Как девушки, конечно. Вранье какое в прямом эфире. На этой неделе мы продолжим совершенствовать знания, как правильно питаться, пока не достигнем 100%. Задача научиться чувствовать баланс для того, чтобы в дальнейшем не заниматься измерениями и вывешиваниями, а интуитивно чувствовать, сколько чего нужно съесть. Вот такая вот непростая задача. Значит, мы вернемся к этому вопросу и свяжемся с нашим нутрициологом. Угрюмого Ольга будет на связи с эфирной студией. А ваши вопросы по поводу правильного питания принимаются на 8 9 200 150 600. СМС-портал Вайбер доступно и работает в режиме онлайн. Никуда не переключайтесь. Дальше о пробках. 100 дней до пляжа. Невероятный фитнес-проект на НРадио. 17 часов и 31 минута в столице Приволжья. Продолжаем наш эфир. У нас здесь в студии на Большой Печорской участники проекта 100 дней до пляжа. Ну, напомню для тех, кто только что включился. Сизова Юлия, не замужем, кстати, если что. И Матвей Андрей, женат отец двух детей. Такая легкая рифма. Ребята здесь не просто так, они лучшие по итогам этой недели. И все подробности мы сейчас будем узнавать у нашего нутрициолога, у Грюмого Ольги. Она с нами на связи. Оля, день добрый. Всем привет, ребят. Как у вас там? Слушаю вас и замечаю с хорошим настроением. Конечно, с хорошим настроением. Они отличники. Чего им переживать и волноваться? Это моя гордость. Просто моя гордость. Ребята справляются на ура, да. Оль, расскажите, пожалуйста, что у них получается и из-за чего? Вот ваш взгляд. У них получается справляться со всеми заданиями. Они приношут, находят время самое, что главное, как вы обсуждали, до рекламы. О том, что времени действительно много на то, чтобы создать себе правильный рацион, иметь возможность каких-то маневров для того, чтобы создать правильный баланс. Дальше, для года. А самое главное, что их не покидает мотивацию, несмотря на свои сложности. Вот это действительно радует. Да, и хочется в результате, ну, в конце следующей недели будем делать замеры очередные. И вот тогда мы точно сможем говорить, кто молодец, а кто нет. Но там замеры мы уже будем делать конкретные, да? Мы же сантиметровой лентой уже будем делать, или сами, да? Все как надо? Конечно, конечно. Клювы, взвешивание, у нас все будет. То есть не просто по фотографии. Оль, вопрос такой, собираясь сесть на диету, нам пишут на Вайбер, слушайте, Сергей, собираясь сесть на диету, от чего отказаться в первую очередь? Вот с чего начать? Ну, мне следует начать, наверное, с того, с чего начинали и мы. Отказаться от претензированного сахара. И наладить питьевой режим. Самое главное, что стоит. Ну, во-вторых, я считаю, что если нужно не отказываться, то нужно просто пересмотреть качество своих продуктов. Ну, то есть, как ты назовешь, так и пойдем, да? Пресмотреть привычный рацион, да. А что добавить? Что добавить? Нужно определить, какие продукты являются неполезными для фигуры. Ну, вообще, конечно, нужно сначала понять, какая цель человека. Если это похудение на несколько килограммов, тогда нужно просто пересмотреть, убрать продукты, которые высококалорийные, с большим содержанием жира и сахаров. Ну, майонез. И добавить побольше клетчатки, добавить побольше овощей, хруктов. Где клетчатку найти? Увы спорта. Оля, где клетчатку найти? Клетчатку найти в овощах. Можно отрубить купить. И тех слушателей, которые собираются бороться с этой проблемой. Оль, а еще несколько слов о тех участниках, которые остались у нас в проекте. Буквально такой краткий экскурс, что с ними происходит, как у них дела? Ну, на самом деле, все мы... Просто у всех действительно хватает времени и терпения для того, чтобы ввести скрупулезные расчеты. Но каждый вечер я получаю все отчеты. Я даже не представляю, как я буду жить в дальнейшем. Для отчетов, когда проект закончится, если честно. Потому что... Мы будем скидывать. Можно их попросить, как бы, ну, не уходить. Может быть. Потому что я уже не могу не прочитать, кто что... Причем, я примерно уже представляю, как они это делают. Потому что сегодня с тобой, значит, наверное, у Андрея Рыба. Вот выглядит это вот так. Ну, и, конечно, мне нравится, как ребята спрашивают, получают сами какую-то дополнительную информацию. То есть они ищут ее в интернете, там, читают какие-то книги. Предлагают решение своих проблем, когда у них, например, не получается в норму белков, жиров, углеводов. И, в общем-то, у нас там работа кипит. Особенно это получается. То есть ребята откладывают свои домашние дела какие-то. И вот они в чате, и у нас там целый-целый... Жалуются, жалуются некоторые жены, конечно, да, немного. Они как-то так обращают внимание. Поступают жалобы, звонили, да? Да-да-да, поступают. Постоянно вообще говорят, да перестаньте мучить моего мужа. Но зато когда потом... А потом муж, когда вернется худой, красивый и здоровый, я думаю, что они скажут спасибо. Это абсолютно точно. Спасибо большое, Ольга Угрюмова, нутрицолога, который помогает нашим участникам проекта «Сто дней до пляжа» бороться с собой, наверное, в первую очередь. Это, пожалуй, самое сложное в моменте, когда человек решает, решает раз и навсегда с понедельника бороться со своим лишним весом. У нас здесь в студии на Большой Печорской, также заглядывая на наш сайт, на radio.info, онлайн-видеотрансляция, директор ЕМС фитнес-студии Романенко Александр. Саша, привет. Возьми себе какой-нибудь телефон. Нет, не телефон, лучше, конечно, микрофон. Телефон есть. Привет, ребят. Привет. Слушай, ну вот Юля говорит о том, что она готова заниматься. Четыре раза в неделю? Четыре раза в неделю заниматься, как бы, да. Готово. Нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Это такая штука есть, как восстановление мышцы. И мышцы нужно качать, развивать, приводить в тонус, только когда они в пике своего роста. После того, как мы позанимались в обычном зале, это у нас мышцы восстанавливаются около 24 часов. И мы в студии, так как там большая нагрузка увеличенная, там мышцы восстанавливаются примерно 48 часов минимум. То есть в пике они становятся через 72 часа, и заниматься нужно на третий день после предыдущего занятия. Раз в три дня, да, получается? На третий день, то есть раз в три дня, всё правильно. Слушай, ну а между этими перерывами, между этими тренировками, если ты в обычный спортзал ходишь, нет? Подмучаешься тоже, да. Но в обычный зал мы, в обычном зале мы можем нагрузить не все группы мышц, то есть если это кардио, то это вообще, в принципе, такое довольно сбалансированная нагрузка, больше там на ноги и дыхание полезная. Но у нас ещё есть, это два раза в неделю, если ходить, у нас как раз получается за две недели один лишний раз мы можем ходить в зал. Поэтому ИМС вполне достаточно, чтобы укрепить все группы мышц и дополнительно не заниматься другим видом жала. Чтобы укрепить все группы мышц, сколько времени на это надо? Месяц, два, полгода? Ну мы обещаем, мы обещаем результат на третью тренировку, что если при правильном соблюдении ещё питания у вас будет, у среднего человека, то есть это не супер, там, большого и не супер худого, понятное дело, у среднего нормального, нормальной степени ожирения, это будет на третье занятие минус размеров джинса. Вот так. Да, то есть через три месяца вы будете обновлённым человеком, который будете радовать себя в зеркале. Три месяца это где-то, ну, 30 тренировок. Крутяк, а есть какие-то показания по поводу занятий утро, день или вечер? По желанию человека, нет, 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 это очень узкие особенности организма. Есть, конечно, пожелание, что лучше заниматься утром, когда у вас будет весь день на обработку ваших, вашего занятия, да, нежели, но зато ночью восстановление идёт лучше. Кому как удобно от свойств организма. Конечно, есть куча врачей, наверное, как всегда, у кого-то свои мнения будут, но в целом не там, не там супер противоказаний или супер рекомендаций нет, кому как удобней. А что с походом в баню после занятий? Это всегда плюс, всегда плюс, это вывод как минимум молочных кислот, чтобы у вас быстрее мышцы восстановились. Вот так, да. За эфиром вы здесь разговаривали, я слышал краем уха, просто пока погоду готовил, я слышал краем уха что-то про то, что мужчинам можно будет сливки, кому-то можно будет макароны. Да, это когда у нас вот у ребят такие первые говорят, что мы больше худеем и не набираем мышцу, хотя тонус, рельеф, кубики, всё, да, как бы. Но я уже сказал, что следующий этап, сначала нужно сбросить лишний вес, чтобы не накачать мышцы, и потом сверху этих мышц был красивый, аккуратный жир. Мы этого не хотим, то есть две стадии есть. Вот ребятам уже очень сложно, они говорят, много едят в день, мы никогда так много не ели, но при этом худели. Они едят много и худеют, а я им сказал, что придётся ещё больше есть, если захотят нарастить мышечную массу. Поэтому это правильная еда, правильная мышца. Как нарастить мышечную массу, что там со сливками и макаронами всё-таки? Ну, очень полезная еда, и нужные все там, скажем, инструкторы советуют, тренера в том числе наш, чтобы нарастить массу, нужно много есть, а это правильные углеводы из твёрдых сортов макарон. Ну, из твёрдых сортов пшеницы, это макароны, получается, изделие. Их можно есть даже 2-3 раза в день, нужно есть, чтобы как-то правильной пищей увеличивать свой вес, не жир, а мышечный вес. И есть такая теория, ну, как она, теория, врачами доказана, что молочные и жирные белки очень хорошо ложатся мужчинам. То есть они постепенно переходят в медленные углеводы, и если в это время прийти в зал, в том числе МС, они правильно перейдут в мышечную массу. Но потом, как бы тоже, у женщины этой штуки и фишки нет, им сразу жиры, поэтому им нельзя. Им здесь действительно довольно сложно. Возвращаемся к ребятам. Напомню, у нас сегодня двое участников, двое отличников по итогам недели, с изову Юлии. Но не ботаников. Что? Не ботаников. Нет, конечно. И, Матвеев Андрей, ребята, давайте немного вспомним о том, с каким настроением вы начинали, с каким настроением вы сейчас находитесь. Прошел, да, сколько? Месяц уже, да, Саш? Месяц. Месяц уже прошел. Да, Андрей, вот ощущения, когда ты пришел, были какие-то сомнения? И как ты на сегодняшний момент рассматриваешь вообще все происходящее? Месяц назад я был на эфире, а получается мы начали еще гораздо раньше. Сколько тренировок уже было? 12 или 11. Всего? Ну, по большому, что-то всего. Всего, да, всего. У меня 10. Так, у Юлии две тренировки в запасе. То есть я даже тренировка впереди уже. Ну и как ощущения? А чем ты еще занимались? Никакими силовыми упражнениями нет, хожу в футбол. То есть у меня в пятницу, в воскресенье футбол. То есть с ребятами собираемся, играем уже. Ну вот полезное кардио, помимо. Вот, какие впечатления? Ну, самые положительные. Потому что результат я вижу перед зеркалом. Когда начинал, ну, естественно, какие-то сомнения. Потому что, ну, что-то новое, что-то необычное. При том, что, ну, на самом деле ты тратишь минимум времени. Потому что ты в спортзале, да, ты постоянно ходишь. Вот вокруг этого. Ходишь, вокруг. Фотографик, зеркало делаешь. Вокруг этой штанги ходишь. Подходик еще что-нибудь сделать. А может быть и не надо подводить. А здесь Алексей, он тебе говорит, давай 12 раз, короче. И ты погнал. Он из тебя трипоты. Думаешь, ну, неужели за 20 минут такое может произойти? Я как будто в полном шоке иногда. Ты говоришь, ты говоришь, в зеркале отражается результат. Сколько минус у тебя? В чем именно? В объем килограмма. В объеме, но минус 5 сантиметров в талии. Остальные просто я не помню, но еще есть. Килограммы я потерял сразу же в первые две недели. Ну и сейчас они как бы килограммы стоят. Но килограммы на сегодняшний момент это не показатель. Показатель именно объема. Ну вот скажем, вот эти сахарные ушки, которые бывают у всех. Ушки. Да, такие. Бачка. Они как вот эти ушки такие, которые продаются в этом магазине. Забитавочки. Я смотрю, все на себя нравится. Хорошо. Ушли. Слушай, ну нет, это прям минус размер, да, получается? Размер. Ну вот я вот эти вот штаны, которые на мне сейчас брал, вы знаете, они у меня на икрах так оп и застревали. Ага. А сейчас пролетают. Пролетают. Ну и круто. Юль, а твои ощущения от начала и на сегодняшний день? Ну я на самом деле не знала, как это будет. И мои странировки. Да, никто не знал. Вообще, в принципе, 20 минут, что там может быть. Но Леша задает такой темп, что... Леша тренер сейчас. Тренер вообще очень крутой. Ага. Ага. Потому что ты ему говоришь, так, я хочу выглядеть так, так, так. Он говорит, окей, хорошо, так монотонно, с улыбочкой и накидывает тебе, накидывает этих импульсов. Вот тебе еще блины, вот тебе блины, вот круассаны. Я говорю, я не смогу это сделать, мне кажется, я умру. Он такой, ну нормально все, давай. Ничего. Ничего, ты же феникс практически. Можно, нормально. Естественно. А есть ли какой-то у тебя результат, о котором ты можешь похвастаться? Результат есть. Я скину на самом деле не так много по килограммам, это всего 2 килограмма. Ну надо сказать, что, Юль, ты и так особо некуда было скидывать. Ну да. Ну так, ну нужно привести себя как бы, да, ну вот да, да. Ну объемы. И объемы 2 сантиметра. Калия, бедра, да. 2 сантиметра. Это много или мало? Это много. Это 10 тренировок. Но для девчонок, наверное, это много. За месяц это нормально. Для парней это, в принципе, наверное, не много. При том, что мы не на диете, на самом деле, если разобраться. Мы едим постоянно. Мы постоянно едим. Ну да. Саш, по поводу, Алексей, по поводу тренера, что он говорит по итогам этой недели, как он видит участников, какие-то замечания, какие-то наблюдения, кто-то сдается, кто-то наоборот активизируется, что можешь сказать? Мне очень понравилось, его слова, что ему очень понравилось, что, говорит, ребята, наконец-то поняли, что это работает, и они, знаешь, с таким новой волной усилий начали приходить и заниматься. Так, мы теперь знаем, что это классно, давай еще сильнее. Они теперь еще больше прокачивают все возможности. Ну, во-первых, ЕМС-тренировок, и Леша на них испытывает разные программы новые, которые они уже готовы, которые подготовили. Ну, слушай, ну да. Вот, и он там всем желает, чтобы они теперь боролись. Теперь момент вылета будет не такой обидный в плане того, что прошли второй тур, но очень обидный, потому что они исключат из своего занятия, бесплатные занятия в зале. И теперь будут терять еще больше, потому что уже понимают, что теряют. А теперь смотрите за мыслью ведущего. У нас сегодня в студии двое отличников, двое участников, которые показали самый лучший результат по итогам недели, которыми довольны тренеры нашего проекта «Сто дней до пляжа», ребята, которые получили оценки «Отлично». Не повод ли это предоставить им небольшую скидку в виде подарка и бонуса, как участникам, которые тащат всех остальных за собой и показывай, давай, пример. Мне кажется, ты знал просто, да? Ну, я как-то не знаю так. Возможно, у тебя сейчас нет вариантов? Нет, ну, правда, наши участники по концу проекта, либо по участию в проекта «Есть попросят» для, может, своих друзей, могут получить от нас вип-карту клиента гимнастики, которая есть буквально у 50 людей. Это вообще такие очень близкие люди, которые мы дарим. Эта скидка дает 20% на все абонементы. То есть это такой прям эксклюзивный... Эксклюзивный, эксклюзивный, очень. То есть эту скидку может получить только человек, который купил четвертый абонемент. Даже так. Саш, давай тогда на перспективу уже пойдем, время в эфире заканчивается. На следующей неделе сколько народу выгоним с тобой? Я думаю, если плохо себя будут вести, то пять. А вообще планируем одного-двух. Одного или двух. Сколько у нас сейчас участников осталось? Восемь участников. Восемь человек. Думаю, да. Один-два. Но если кто-то будет, правда, косячить, и... Ну, я, конечно, думаю, что это не будет, потому что все понимают уже. Прям до понедельника не доживет прям. То, может быть, еще и третьего знака. А так, ну, один-два. Один-два. Каждые две недели. Окей, что в итоге, сколько у нас останется? Двое, трое. Как их можно будет, как из них можно будет выявить победителя? А вот это у нас новое, скоро будет сюрприз и задание для участников. Мы им, помимо того, что у нас давали в прошлом туре оценки двое судей. Нужно приготовить пиццу и будем пробовать. Да, у них будет задание, у каждого будет персональное задание, и вот насколько в процентном соотношении каждый человек справится с этим заданием, тот и не будет вылетать. Кто меньше выполнил задание, тот вылетает. Окей, ну, смотри. При одинаково равных решают оценки. Значит, в следующей неделе мы берем сантиметр, да, и всех, все восемь человек подвергаются особому жесткому контролю, да, при помощи лазерной указки. Естественно, будем смотреть на ваши достижения, а дальше опять будем обнулять, да, все, все показатели? Я думаю, да, но будет от участия. Возможно, мы будем увеличивать срок, чтобы это задание было дольше на временное выполнение. Возможно, и меньше сделано заданию каждой недели. Но задание будет очень жесткое, причем кому-то нужно будет набрать. И это есть такие моменты, кому-то нужно будет правильную еду есть, чтобы получить правильную текстуру и рисунок кожи. Даже до такого дойдет, потому что, ну, все моменты будут влиять на правильное чувствование себя на пляже. Текстура кожи. А, ну да, у нас же... Мы же хотим, чтобы они были звездой на пляже. Точно, точно. Я чуть не забыл, сто дней до пляжа, ребята. Это да, мы здесь... Спрашивают, куда идти, где искать эти классные системы EMS Fitness. Приходите к нам, это Коминтерна 139, Сормовский район, около Золотой мили. Морская центр. Родина моя. Вот. Если вы скажете пароль, который будет на сайте в группах НН Радио, то получите скидку и узнаете, какую. Ребята, следите за нашим эфиром. Только что у микрофона был директор EMS Fitness студии Романенко Александр. Ну, а здесь в студии разговаривали мы с Андреем Матвеевым и с Юлией Сизовой. Это двое участников из восьмерки, оставшихся в нашем мега-крутом радиопроекте «100 дней до пляжа». Разговаривали про еду, разговаривали про тренировки. Ребята нацелены только на результаты, только на победу. Следите за эфиром, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте vk.com.nradioinfo. Там все подробности обязательно найдете. Мы же продолжим эфир очень скоро, не переключайтесь.